Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Елена Алёшкина, президент Федерации фитнес-аэробики Рязанской области. Алена, здравствуйте! В первую очередь расскажите, пожалуйста, Федерации фитнес-аэробики. Что это такое, какие задачи выполняет, чем занимается? Добрый день! Федерация фитнес-аэробики Рязанской области уже существует в Рязани 17 лет. И занимаемся мы по трем направлениям. Это образовательный блок, проведение семинаров обучением мастер-тренеров, инструкторов в фитнес-клубах, повышение квалификации педагогов школ. По различным видам фитнеса их очень много. И второй блок – это спортивная деятельность, занятие фитнес-аэробикой детей, подготовка на спортивные соревнования, вывоз этих детей, сборы и так далее. И третий социальный блок, где мы занимаемся с детьми, с детскими домами, с детских домов, с ДТП, не благополученными семьями. Проводим также тренинги среди учителей школ, которые не могут выехать к нам в Рязань. Мы выезжаем на места и также проводим обучение, помогаем им разобраться, что такое фитнес. Потому что наша задача – самое первое, нести полезную информацию, нести доброе, светлое в массу. Вот насчет доброго и светлого. Давайте мы с вами сегодня разберемся, что нужно делать, как вообще сделать так, чтобы стать инструктором по фитнесу. Насколько я понимаю, федерация именно этим и занимается. Насколько вообще эта профессия востребована? И как быть, если я хочу? Вообще очень-очень востребована профессия фитнес-инструктор. Некоторые относятся скептически к этому, скажут, что трудного прийти, выйти, провести занятия. А за этим кроется очень большой труд, кропотливый, очень много знаний, во-первых, по физиологии, по биомеханике, по анатомии. Нужно знать, чем больше тренер знает, инструктор, тем он может вариативно построить программы интересные, неповторяющиеся, запоминающиеся, очень полезные для людей, которые приходят к нему на занятия. Вот этим мы и занимаемся, обучаем наших тренеров, для того, чтобы они были грамотными, для того, чтобы они были квалифицированными и несли ту информацию правильную, чтобы не навредить нашим занимающимся, нашим жителям нашего города. Для того, чтобы стать фитнес-инструктором, мы проводим обучающие семинары, тренинги на базе фитнес-клуба, в зависимости от того, сколько человек у нас будет на курсе и какое направление мы ведем. Если это детский фитнес, мы проводим на базе детского творчества, если это тренажерный зал, мы проводим это в тренажерный зал фитнес-клубов, включаем договор и так далее. Вообще это очень-очень важно. Почему? Потому что инструктор по фитнесу берет на себя обязанности и в его руках, в общем-то, жизни человека, здоровья человека. Поэтому нужно очень много знать. И вот с чего нужно начать? Например, если человек вдруг подумал, да, вот, может быть, давно думал, что хочет он такую профессию. Это может любой человек сделать? Пойти и научиться, например? В принципе, да. Но у нас есть требования. Требования такие, что человек должен минимум три года, не меньше, отзаниматься в группах фитнеса или в тренажерном зале, смотря какое направление он выберет. В танцевальное он пойдет. Неважно. Вот. Заниматься самому, понять изнутри, что это такое, как строится занятие. А вот уже на семинарах мы уже ему показываем, открываем занавесы, все вот... И он в шоке. ...премудрости и хитрости в ведении занятий. И рассказываем уже конкретно о своих тренингах. Вот. А еще требования, конечно, желательно, чтобы было педагогическое образование или медицинское образование. Это приветствуется. Это вообще здорово. Если человек, который захотел стать фитнес-инструктором, не только разбирается в структуре занятий, но может и с точки зрения медика подойти, вот, с другого ракурса посмотреть на эти занятия. Это знание, это очень хорошо. Какие-то личностные характеристики? Ну, естественно, он должен обладать харизматичной такой... Харизму иметь изнутри. Он должен, самое главное, хотеть. Хотеть отдавать свои знания, делиться этими знаниями. И самое главное, любить людей. Ну, вот тренеры бывают разные, да? Кто-то работает в тренажерном зале, кто-то ведет акваэробику, кто-то ведет, там, степ-аэробику, да? А вот в чем разница? Разница... Чему сложнее, чему проще, может быть, научиться? Как вот вообще с этим дела обстоят? Начинают всегда все с первых уровней, с базы, да? С базового уровня. У каждого направления, как я сказала, их очень много. Ну, к примеру, это тренажерный зал, это танцевальные какие-то программы, это персональный тренинг. У всех есть свой первый базовый уровень, который тренер обязательно должен пройти. А потом, в зависимости от того, хочет ли он дальше продолжать повышать свою квалификацию, в принципе, это логично должно бы быть, да? Если человек хочет стать хорошим тренером, он должен учиться сначала вложить в себя, а потом уже этим всем пользоваться. Ну, естественно, от этого зависит результат его работы. Сила, выносливость. Да, физическая форма, но это в процессе. Бывает иногда так, что приходят к нам на курсы люди, которые, ну, совершенно как бы занимались, имеют какую-то неплохую физическую форму, но как эталон, как… Не проходит. Нет, не то, что не проходит. Не дотягивает до идеального фитнес-тренера, потому что в нашей картинке идеального фитнес-тренера он, естественно, должен обладать физическими данными, да? Потому что на него равняются, хотят быть таким, как он, и, в общем-то, это немаловажно. Но бывает и в процессе, что приходят хилые, слабые, очень много знают, но физической формы нет. В процессе это всё, это всё поправимо. Если точить себя, как бы, как подойти к этому процессу? Это очень важно. То есть самое главное желание всё-таки? Самое главное желание человека, который приходит и хочет стать. Как часто проходят семинары и как долго по продолжительности? Семинары проходят каждый месяц. По продолжительности зависит от направления. Базовое направление, оно идёт не меньше шести дней. Самая базовая классическая аэробика у нас идёт вот шесть дней. Потом день на подготовку. Но мы в Рязани даём неделю на подготовку, потому что информации очень много. Ребята, студенты учатся, и очень хорошие методические пособия у них выдаются им. В общем-то, которые разработали методисты Федерации фитнес-аэробики России. И где и физиология, и анатомия. Всё они обучают, грызут гранит науки фитнеса. И потом на седьмой день они сдают экзамены. Экзамены по теории и практике. Потом получают сертификат, который даёт им право на ведение именно того направления, которое они прослушали и сдали в дачный экзамен. И мы рекомендуем фитнес-клубам по запросам, какого тренера они хотят видеть, на какие направления. То есть мы даже трудоустраиваем. То есть человек получит сертификат и, в принципе, ещё и будет обеспечена работа. Да. Если он очень хочет работать, хорошо сдал экзамен, то при этих условиях. А бывает, кстати, такое, что экзамен сдадут, получат сертификат и говорят, что не моё? Бывает. Бывает и такое, потому что я ещё раз коснусь того, что это очень тяжёлый труд. И, в общем-то, когда со стороны смотришь, всё это безумно весело, безумно зажигательно. А когда вот в это начинаешь вникать, методики преподавания и очень попутных знаний много получать, поэтому человек говорит, нет, я, наверное, не потяну. И, в общем-то, отходит от этой профессии, идёт пробовать куда-то ещё. И я только за, потому что, ну, зачем мучить и мучиться, мучить своих подопечных, занимающих, да, и самому, когда тебе это не нравится. Потому что энергетический объём идёт очень большой. Как ты отдаёшь, сколько энергии ты отдаёшь, тебе это возвращается. Это очень важно. Вот с годами больше людей учится или меньше? С годами очень много людей стало. То есть просто взрастают на тренера. Не просто выучиться на инструктора, а просто приходят на наши курсы послушать именно информацию правильную от специалистов, которая потом поможет им просто самим в дальнейшем заниматься самостоятельно. Это очень просто всё. И люди остаются довольны этими знаниями, которые получают. Инструкторы, которые проходят и удачно сдают экзамен, они получают вот такой сертификат, становятся членами федерации, вот такую членскую карту, которая даёт им право на ведение. Сертификат действует два года. Потом им нужно подтверждать свои знания, либо проходить ещё какие-то дополнительные семинары. Я хотела бы обратиться к нашим руководителям подразделений спортивных клубов и залов. Не бойтесь вкладывать деньги в обучение вашего персонала. Это залог успеха. Это будет отдаваться не только хорошим именем, но и в финансовом положении, в эквиваленте. Ну что ж, Лена, спасибо вам за такой спортивный настрой. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Елена Алёшкина, президент Федерации фитнес-аэробики Рязанской области. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»